Внишу нужно ответить на этот вопрос? Да. Увидел рекламу джиу-джитсу, пришел, начал заниматься. Не, ну я занимался типа а-ля... Ну там бокс пробовал, кикбокс. Потом начал пробовать ММА. И мне понравилась борьба. Потому что я ее, в принципе, не понимал и, скажу так, избегал его, правильно сказать. Потому что вообще для меня это был темный лес. Я думал, вообще к этому никаких расположенностей особо нет. Но потом начал заниматься грэмплингом. Долго занимался грэмплингом. Потом, спустя года два-три, начал джиу заниматься. Вот так вот и пришел. Это был, ну, самое начало, наверное, 2008-2009 год. Вот. И 2010-м я вот уже перешел к Готовскому Леониду, начал заниматься. Ну, первый тренер у меня Милков Алексей был, а уже Олег Готовский как второй тренер. Вот так и дальше пошло, поехало. Дальше, я думаю, всем все известно. После этого я ушел из Леона, где-то месяц-два был в джимназиуме, а потом уже перешел стрелу, и вот я до сих пор там в колчане. Миша будет показывать, как надевать сапог правильно, чтобы он правильно облегал в ногу. Ну, а я, как снимать этот сапог? Я только просто смотрю, слежу за порядком. Пока все нормально. Мага просто поднимают в толку, вот знаете, в колбасных обрезках. То есть, вот нормальные люди забирают с нами потом колбасы, а вот это делают, железные хвостики, вот это, вот все вот это остается Маге. Хвостики, пятки, рыбьи хвосты, там, вот, все, что он любит. Где же ты вырежешь? Как вам семинар Магомеда Матиева? Да, мне кажется, прикольно получилось. Да, нормально, рабочие вещи показывают. Слушай, ну... Да, мне понравилось, очень рабочие вещи. Как Смэш, там, Сергей Лазарев и кто там еще? Да, Бока и Жока. Бока и Жока. Мага и Миша.